Добрый вечер, уважаемые курсанты! Итак, мы сегодня собрались в этой комнате в шестой раз. Это последняя наша встреча на вебинарах по этому курсу, но я надеюсь, что мы с вами будем продолжать находиться в тесной связи. И, с одной стороны, немножко грустно, потому что мы вместе были целый месяц, познакомились друг с другом, узнали друг друга, но, с другой стороны, и радует то, что вот вы сейчас увидели, что вы очень многому научились, и мы очень счастливы за вас. И я думаю, что вы, наверное, тоже счастливы, что у вас получилось. Вот поставьте тройки, кто не ожидал, что у него получится, и был этим очень удивлен и счастлив, потому что, ну, не боги горшки обжигают, правда? И то, что у вас это не получалось, и вы не знали, как это делается, просто не хватало знаний. Ну, а те, кто так настойчиво и упорно пыхтел и делал все, что нужно делать, они добились результатов. Это еще раз подчеркивает, ну, как бы доказывает, то, что нужно просто набираться правильных навыков, и делать это постоянно. А теперь главное – не останавливаться и двигаться дальше, и продолжать делать все, что нужно делать. И сегодня мы с вами на заключительном вебинаре поговорим вот о чем. О важности и ценности контента, который вы будете давать своим читателям, о том, что нужно обязательно читателей привязывать к себе, чтобы они стали важными постоянными читателями. и первые шаги, которые вы сделаете, чтобы вас начинали узнавать. Несколько вещей я вам расскажу. Ну, и о том, что надо иметь, конечно, план и действовать строго по плану, не останавливаться ни на один день. В прошлом вебинаре я говорила, что если вы останавливаетесь, потом вам приходится все начинать сначала. Поэтому вот это очень важные вещи. Для начала я вам хочу показать нашу статистику, чтобы вы понимали, как происходит в бизнесе, и не расстраивались, если у вас что-то не происходит, или как бы происходит не так, как вы ожидали, потому что есть определенная статистика. Итак, смотрите, что происходит, да, какая статистика, потому что если вы делаете бизнес, значит, вам нужны, я не знаю, там, клиенты, партнеры и так далее. Вот на третий набор за две недели к нам пришло 1300 заявок, да, но еще не заявок, а 1300 человек подписались на этот набор. 600 из них прислали анкеты, да, видите, меньше половины. Потом где-то две трети, 400 человек, они начали учиться, и до конца обучения дошло 150 человек. В принципе, это очень высокий процент, потому что в интернете конверсия идет 1%, а вы видите, что у нас получилось больше 10%. Ну вот стремитесь, видимо, мы даем вам что-то такое, что вас задерживает и не позволяет вам бросить то, что вы начали. Имейте в виду, и тоже такую же статистику делайте, потому что если, например, вы хотите получить 5 клиентов, то, значит, вот по статистике просчитывайте, сколько вам нужно сделать телодвижений, чтобы получить эти 5 клиентов. Давайте мы с вами посмотрим, что вам нужно сейчас делать в первую очередь. Во-первых, то, что я вам советую, еще некоторое время уроки будут находиться в интернете. Так как вы шли в очень таком жестком режиме, да, то какие-то вещи, наверное, упустили. Я вам советую внимательно еще раз проработать все уроки и неоднократно, конечно, посмотреть вебинары, потому что на вебинарах я объясняла вам, почему и для чего мы это делали, да, и как надо от себя, да, чисто психологически подходить вот ко всем вещам, которые вы начинаете делать. Ну и какие-то технические моменты тоже вам объясняла, но в основном технические моменты, конечно, шли в уроках. Но главное, что у вас идет в голове, да, как вы к этому подходите, такие результаты вы и будете получать. Ну и еще, конечно, советую записаться еще раз на курс, да, на следующий набор, который мы начнем на этой неделе. И еще раз пройти этот курс, потому что у нас здесь есть курсанты, которые с нами идут с первого набора. И каждый набор, во-первых, он отличается, разные люди приходят, поэтому мы немножко подаем по-другому информацию. Вы растете, вы учитесь, мы с вами растем. И вот те, кто с нами там был на первом, на втором наборе, вот поставьте, пожалуйста, что-нибудь пятерки, что ли, чтобы вы увидели, что очень сильно изменилось, и у вас изменилось ваше видение того, что вы проходили в первый раз. Поэтому все вы знаете, что повторение мать учения, если вы хотите получить хорошие результаты, оставайтесь с нами, потому что каждый набор, мы что-то новенькое тоже открываем, и мы очень благодарны вам за ваши вопросы, потому что благодаря вашим вопросам мы даем еще какую-то вам дополнительную информацию, которая вам в будущем, естественно, может помочь. Но сейчас, естественно, нужно плотненько браться за работу. То, что вы закончили курс, это не значит, что, ага, вы сделали, блок есть, и к вам сейчас народ пойдет. Никто к вам не пойдет, ребята, потому что, ну, во-первых, мы, вот вы в курсе, да, что мы будем давать дипломы, поэтому мы вам сейчас даем возможность за следующую неделю закончить то, что вы не успели, и чтобы вы могли получить дипломы, потому что диплом получат люди только те, которые выполнили абсолютно все домашние задания. И я уже на прошлом вебинаре тоже вам рассказывала о том, что, скажем так, диплом для вас будет придавать очень большой вес и будет вам очень сильно помогать. Поэтому сейчас как раз начинается самое трудное, потому что, во-первых, вам нужно будет самостоятельно работать, и надо себя самодисциплинировать, чтобы каждый день выполнять какие-то определенные действия, которые вам принесут результаты, и результаты эти придут далеко не сразу. И все будет зависеть исключительно от вас, от того, как много вы будете работать, и качество вашей работы, что вы будете делать. И слушайте меня очень внимательно, потому что, хотя я в прошлом вебинаре, вы уже этот слайд видели, но я вам кое-какие другие вещи на эту тему скажу и дам вам некоторые секреты, потому что сегодня у нас тема вебинара, скажем так, секреты введения в раскрутку, да, в вашу раскрутку. Значит, для того, чтобы раскрутка пошла, вам нужно блок наполнить ценной информацией, и вы понимаете, что эта информация должна быть не просто понатыканной статьи, а какие-то вещи, которыми вы делитесь с людьми, вы решаете их проблему. И у вас должен быть хорошо наполненный блок. И начните с того, чтобы так делать всегда, да, и привыкните, введите это в свое расписание, что вы в блок добавляете от одной до трех статей в неделю. Поэтому за полтора месяца вам нужно туда где-то от 10 до 20 статей наполнить. И если у вас блок будет пустой, то вам нечего делать во втором семестре, потому что второй семестр – это уже конкретная раскрутка. А раскручивать пустую болванку не имеет никакого смысла, вы только навредите своему бизнесу. Кроме этого, вы научились уже создавать видео, и я вам еще на первом вебинаре говорила, что у каждого из вас есть талант, и вы видите, какие замечательные видео создали люди, которые никогда раньше вообще этого не делали. Это просто потрясающе, правда? Вот поставьте восклицательные знаки, давайте мы им что-ли похлопаем. Они действительно молодцы, очень здорово поработали, и видно, что они старались и работали, и создали такие видео. И, в принципе, это поначалу у вас, может быть, будет занимать больше времени, потом вы научитесь это делать быстрее, и не только в MovieMaker, если вы там, допустим, будете делать какие-то уроки объясняющие, вы будете записывать это в Кантазии, потом это все корректировать, и выпускать вот такие вот видеофильмы. Это очень сильно будет работать для вашего бренда, для вашего блога. И для того, чтобы кто-то вас увидел и кто-то к вам пришел, вам обязательно нужно расширять базу людей, с которыми вы общаетесь, и базу своих подписчиков. И у нас есть уроки, посмотрите, их еще раз внимательно, это занимает, если вы с недельку потренируетесь, у вас это будет занимать где-то от получаса до часа в день, не такое большое время, хотя профессиональные инфобизнесмены, они советуют не менее двух часов в день тратить на пополнение базы своих подписчиков. Поэтому 100 новых друзей в день – это обязательно. И вот постепенно, постепенно вы будете расширять базу. Если вы хотите иметь хороший и прочный бизнес, то вам надо иметь базу минимум в 50 тысяч человек. Но представьте, если за полтора-два месяца вы можете 4-5 тысяч новых друзей сделать, то в течение года вы можете довести это до 200 тысяч, и потом уже какая-то часть этих людей станет преданными вам подписчиками. Теперь следующая вещь, которую нужно тоже делать регулярно, нужно делать каждый день. Вот у нас было домашнее задание, но я смотрю, не так много людей стали это делать, потому что не очень понимают и не придают этому значения. Это то же самое, как телефонные звонки вашим клиентам или вашим друзьям, спросить, как дела, поинтересоваться чем-то, привлекать к себе внимание. Во-первых, когда вы кому-то оставляете комментарии, люди проникаются к вам определенной симпатии. Но какие комментарии-то смотрите уроки, смотрите в прошлом вебинаре, они вас запоминают. Потом кто-то приходит на разные, чем на большем количестве блогов вы это сделаете, тем больше следов вы оставите. Поэтому мы вас так сильно мучили по поводу того, что фотография, правильно фамилия и имя, потому что вы должны о себе оставлять впечатление в интернете. И чем больше вы всюду наследите хорошими комментариями, с хорошей фотографией, тем больше у вас есть шансы, что кто-то обратит на вас внимание и придет на ваш блог. Поэтому вот эта вещь очень важная, и тоже нужно включить ее в себе расписание. Причем то, что я вам рассказываю, надо просто по часам расписать, когда и что вы делаете. Я здесь написала от 3 до 5 статей, но лучше после 10 статей, и у вас уже появятся какие-то определенные подписчики, и подписчикам надо приготовить подарки. И вот я в конце этого слайда вам об этом скажу. То вы тогда уже можете посылать им рассылочку, своим подписчикам и своим друзьям в социальных сетях, что вот у вас появилась статья на эту тему, что возможно вам понадобится такой-то опыт, вы почитайте, и я буду очень рад или рада, что это может вам помочь. Теперь следующая вещь, которая тоже для вашего бренда будет очень хороша, это приглашение на обучение к нам в Академию. Поставьте, пожалуйста, по пятибальной системе, как вам обучение в Академии. Поставьте, пожалуйста, чтобы вы хорошо поняли, что вы будете делать. Спасибо вам большое за высокую оценку. Дело в том, что если вы людей будете приглашать в Академию, они вам будут крайне благодарны, потому что они получат результаты, у них откроется видение, они будут знать, и как и с чего им начинать работать в интернете. И эти люди тоже таким образом к вам прилепятся и будут вместе с вами. Хочу вам сказать, что сейчас мы с Андреем работаем, я надеюсь, что в течение ближайших двух недель мы решим этот технический вопрос, как вам дать реферальную ссылку на то, чтобы вы могли свою ссылочку поставить и подписываться в Академию, чтобы не через наши ссылки шли, а через ваши. И у нас, кто еще не зарегистрировался в нашей партнерке, обязательно зарегистрируйтесь, потому что у нас будет появляться много разных инфопродуктов, на которых вы можете тоже подработать, да, это будет для вас дополнительный заработок. Сейчас очень внимательно слушайте, я открою вам секрет, где вам еще брать людей, которые будут вам крайне благодарны и к вам прилепятся. Вот вы сейчас сделали свои блоги, и большинство этих блогов, те, кто работал, те, кто выполнял все домашние задания, они просто замечательные. А вот на блогере есть полно блогов, в которых есть достаточно интересная информация, но совершенно ужасно они сделаны, на них невозможно вообще ничего понять, найти, и я уже не говорю о дизайне. И вот это, ребята, ваша целевая аудитория. Вы можете заходить там по поиску, находить вот эти блоги, там на какие-то разные темы, зайти туда, написать человеку, что вот у него очень интересная информация, и вот вам бы хотелось его блог смотреть, но вы хотите с ним поделиться, да, вот начните там с ним какую-то переписку, что его блог можно сделать вообще неотразимым, и показать свой блог. Вот этому вас за месяц научили бесплатно в Академии 3ST. Вы представляете, что люди, у которых хорошая информация на блоге, но они абсолютно неправильно сделаны, насколько они будут вам благодарны, и вы среди них можете найти потенциальных своих будущих подписчиков и партнеров. Вот вы мою идею поняли, как она вам. Вот поставьте тройки, кому понравилось, да, потому что это просто ваши живые, да, кандидаты, это уже живая целевая аудитория, которая к вам придет. Поэтому вот уделите этому тоже должное внимание, и каждый день там разыскивайте хотя бы одного блогера, и они потом могут стать и партнерами в вашем бизнесе, и вашими подписчиками. Ну, как бы действуйте в таком направлении. Но по поводу повторной проработки уроков я вам уже сказала, обязательно это сделайте. Теперь, ребята, очень серьезно, пожалуйста, поработайте с теми курсами, которые вы купили, курсами Евгения Попова, потому что я хочу вас сразу предупредить, люди просто так не подписываются, да, им надо что-то дать, чтобы они подписались. Среди этих курсов вам не надо изучать сейчас все. Во-первых, вам нужно научиться, как делать электронную книгу, не надо делать огромную книгу и писать ее год. Это может быть книжка там от 5 до 10 страничек, которые вы будете давать в подарок своим подписчикам, но где такая классная, очень интересная информация, которая как бы не закончена. Вы говорите о том, что вот это, вот это, вот это, вот вы можете в этом помочь, да, дальше вы уже будете более сложные вещи, более серьезные вещи развивать в публикациях на своем блоге. Можете посмотреть уроки по фотошопу, они вам тоже пригодятся, но, например, вы сейчас сделали свое лого в программе Paint, а можете сделать его профессионально и красиво в фотошопе. Вам обязательно нужно изучить Кантазию, потому что, если вы хотите записывать какие-то обучающие уроки или делать какие-то более высокого класса видео, то Кантазия вам будет необходима и нужна. Кроме того, у Попова там еще есть уроки по смарт-респондеру, чисто технические вещи. А на втором семестре мы будем проходить еще секреты раскрутки, как статистикой пользоваться через смарт-респондер, тем более, что Макс Иер сейчас добавил достаточно много нового. Вот такой вот план, вам нужно обязательно расписать его по часам, по дням и с этим серьезно работать. И если вы будете работать так же активно и регулярно, как вы делали наши уроки, то я просто уверена, что в скором времени я найду вас в списке миллионеров, обязательно вы продвинете свой бизнес. Теперь то, что касается, как писать. Значит, смотрите, ребята, здесь вот поставьте, пожалуйста, тройки, кто из сетевого маркетинга и двойки, кто из другого бизнеса. Вот я хочу это посмотреть. Ага, вот я вижу, что большинство из сетевого маркетинга. Вы привыкли делать презентации, да, и вы привыкли делать продажи. Вам не нужно на блоге делать никаких презентаций. Вы должны от всего сердца, да, от души писать какие-то истории о том, как вы искали решение какого-то вопроса по вашей теме, по вашей целевой аудитории, и каким образом вы нашли это решение. Вот спокойно, да, очень простым языком, очень легким языком вы объясняете, как вы нашли это решение, или какую-то интересную историю. Вот таким вот языком вы должны от души делиться. И в тот момент, когда вы пишете эти статьи, тоже посмотрите предыдущие вебинары, где я рассказывала, какие вопросы до написания задать, какие вопросы после написания задать. От души пишите, да. И не думайте о том, что вы на этом заработаете, что к вам придут какие-то клиенты. Просто делитесь с радостью, чтобы это было вкусно, вкусно, чтобы люди, когда читали, они говорили, ну надо же, такое простое решение вот этому вопросу нашли. И вот если вы будете делать от всего сердца, не думая о том, что вы на этом заработаете, а просто от души делиться с людьми, поверьте, к вам придет огромное количество людей за очень короткий период времени, и вы получите те результаты, которые вам хотелось бы получить. И если вы помните, на одном из вебинаров я вам рассказывала о законе всемирной прецессии или о законе побочного эффекта. Обязательно, если вы от души будете отдавать, то Вселенная наградит вас всеми благами, которые вам хотелось бы получить. Ну и когда вы пишете эти статьи, да, потом смотрите по статистике, на какие статьи больше приходят людей, да, какие лучше читают, на какие пишут комментарии, и вы увидите, какая тема людей больше всего интересует. Об этом тоже думайте обязательно. Ну и, естественно, картинки хорошие подбирайте, названия подбирайте, чтобы это все соответствовало вашей теме. То, что касается комментариев, хочу вам сказать. Значит, буквально через пару дней мы выставим у нас в нашей группе Google стену блогов всех наших наборов, первого, второго и третьего, и стену видеороликов, да, разных наборов. И сейчас в первую очередь, конечно, у модераторов, потому что у них серьезные раскрученные блоги, уже достаточно популярные и на блогах, и на каналах YouTube. Пишите комментарии. Поэтому у вас будет достаточно хорошая и мощная стена. И я вам рассказывала на каком-то из вебинаров о перекрестных ссылках и о том, что люди покупают эти ссылки, чтобы у них там на блогах писали или где-то оставляли их ссылки. А вы получаете это бесплатно. Вот представьте, 150 курсантов на первом наборе, да, где-то порядка 200, которые реально учились на втором наборе, порядка 300, которые реально учились на третьем наборе. Вы представляете, какое количество людей, с которыми вы можете задружиться, и они могут вам оставлять комментарии, а вы будете им оставлять комментарии. Вы вообще понимаете силу вот этого? Только не думайте о том, что если вы не будете писать, к вам тоже придут и будут писать. И хочу вам посоветовать, чтобы если вам кто-то написал, сразу же возвращайтесь на его блог, тоже смотрите, если там есть что прокомментировать, обязательно это комментируйте. Вот поставьте плюсы, кто понял, мощь это. Мы даем вам, да, мало того, что дали бесплатное обучение, мы даем вам еще колоссальную базу людей, которые могут оставлять комментарии на ваших блогах и на ваших каналах. Поэтому, ребята, этим тоже очень серьезно пользуйтесь. Еще одну вещь, которую не забывайте делать. Под каждой статьей есть вот этот, мы его называем нижний колонтитул даты, да, и кто это выставил, вот у них есть, сейчас подождите, я возьму каранташек. Вот видите, вот здесь есть такая речь, да, вот как у меня на блоге, забавно, интересно, круто. Не забывайте, кроме комментариев, под статьей ставить вот эти штучки. И вот смотрите, вот на ютубе под роликом вы, наверное, видели «Мне нравится», да, «Добавить и отправить». Вот это вот «Мне нравится» обязательно нажимайте, да, пальчиком вверх, потому что помогайте друг другу, ребята. Потому что вы видите, вот здесь зеленая полосочка, и когда по поиску он начинает пас искать система, да, чем больше вам поставлено, вот этим нравится, тем выше вы будете попадаться вот в списке, которые выдает поисковая система. То же касается самое количество комментариев, которые у вас есть на блоге, поэтому вот дружите друг с дружкой и помогайте, помогайте друг другу раскрутиться, пока у вас есть такая большая возможность. Потом со временем вы будете помогать другим, потому что известные люди всегда помогают другим людям раскручиваться. С этим понятно, вы поняли силу, да, того, что вы ставите «Мне нравится» и ставите всякие галочки, поставьте троечки, чтобы вы поняли, что мы пошли дальше с вами. Окей, замечательно. Это вот такие мелочи, которые сейчас вам как бы доступны для вашего понимания, и которые вы совершенно легко можете сделать. Следующий момент. Все из вас, кто приглашает к нам на курсы людей, да, мы можем, вот некоторых, вот некоторых мы уже поручили, да, не очень активно они в этот раз это делали, но в следующий раз мы немножко по-другому с ними поработаем. Они могут стать кураторами. Для чего вам это нужно? Потому что многие из вас никогда не занимались организацией бизнеса. Вот вы обратили внимание, как у нас все хорошо и пошагово организовано, да, моментально, если какие-то возникают вопросы, кто-то подключается, все срабатывает и очень многие вещи поставлены практически на автоматизацию. Вот если вы обратили внимание, как-то отреагируйте, да, и вот будучи куратором вы можете научиться о зам вот этих вещей. Но, естественно, мы поручаем вам курировать только тех людей, которых вы пригласили сами, да, потому что мы не можем переложить ответственность за других людей. Вы можете научиться организации своего бизнеса, как это пошагово делать, чтобы это работало. Это, конечно, очень важно в любом бизнесе и в том же самом сетевом маркетинге. Если вы умеете правильно организовывать себя, других людей, тогда, естественно, ваш бизнес работает. Ну и потом мы там еще всякие бонусы тоже кураторам даем, да, помогаем, но вот это обучение, оно тоже пока бесплатное. Поэтому, если вы хотите попробовать себя в качестве куратора, и мы тоже проверим, или вы можете, потому что не каждый человек может быть руководителем, надо начать с того, что вы приглашаете людей, очень четко это все прослеживаете, и помогаете именно конкретно этим людям. Вы не помогаете им делать уроки, да, вы помогаете им, например, правильно зарегистрироваться, чтобы они попадали вовремя на конференцию, чтобы они разбирались, где какие уроки, да, что как нужно делать, такие чисто организационные моменты, а уроки они должны делать сами. это их ответственность, но что если делать это за них, да, или каждый раз их вести за ручку, то у них никогда ничего не получится, потому что, помните, я в прошлый раз рассказывала о квадранте денежного потока, каждый человек, который делает бизнес, да, бизнесмен, он должен обладать предприимчивостью и находчивостью, поэтому вот эти качества тоже нужно развивать. Вот это то, что касается кураторства. Поставьте, пожалуйста, вообще, я не знаю, там двойки, кто хочет быть куратором. Окей, замечательно. Ух ты, это все будущие крупные бизнесмены. Ну, значит, начинаем с того, что приглашаем людей к нам в академию, и вот на нас вы научитесь, как нужно руководить. Ну, а теперь давайте перейдем к таким интересным, очень приятным вещам. Вы знаете, что мы объявили, что у нас будет конкурс блоков. И сейчас я вам хочу объяснить, как мы оценивали блоги, и из моего объяснения вы для себя поймете, каким должен быть ваш идеальный блог. Ну, во-первых, первое, что мы смотрели, правильная ли фотография, оценивали фотографию, и правильно ли написано имя и фамилия, это то, с чего начинается знакомство, как вы представляетесь. Потом, следующий момент, мы смотрели шапку блога и название блога. на то, как оно правильно выбрано и соответствует, сходится ли оно с шапкой блога. И вы знаете, друзья, хотя мы объявили, что те, кто сами делал шапки, это тоже домашнее задание, оно считается невыполненным, мы пытались быть все-таки объективными и честными. И есть очень небольшое количество людей, которые сами делали шапки, но, к сожалению, мы не нашли ни одной шапки, которая соответствовала бы правилам копирайтинга и которая работала бы в плюс на этот блог. Вот все шапки, сделанные самостоятельно, они работали в минус. И даже вот мы могли бы этого не делать, люди, которые к нам присылали вот заказы на шапки, мы смотрели, помогали им, чтобы название соответствовало, корректировали название, потому что, ну, опять же, опыта нет, люди неправильно вызывали название, потому что что название вашего блога, что название ваших статей и рублик, они должны быть как выстрелы, четкие, которые, во-первых, привлекают внимание, это должны быть те слова и фразы, которые люди набирают в поисковых системах. Вот, пожалуйста, поставьте троечки, кому помогали откорректировать название и откорректировать шапку блога, да, подобрать ее правильно, да, и что-то меняли индивидуально, да, вот, все, что я говорю, все чистая правда, поэтому вот это очень важный момент, потому что сначала вы представляетесь, а шапка блога и название это первое, на что человек обращает внимание, или он задержится на вашем блоге, или он пойдет дальше. Потом дальше мы оценивали, подходит ли фон блога к шапке, потом мы смотрели, как подобрана цветовая гамма вкладов, колонтитула даты, форма подписки, опять же, к шапке, к фону блога, ну, и, конечно, вы можете здесь подтвердить, что многим помогали и корректировали, потому что, опять же, у людей нет опыта, да, они не понимают, как подобрать эти цвета, к какому, некоторые пытались подобрать к тексту, да, вместо того, чтобы подбирать к каким-то другим вещам, и вот вместе мы что-то такое симпатичное сделали, чтобы блог, помните, как я вам говорила, как женщина, он должен быть одна сплошная деталь, он должен быть единая, целая, вот, он должен вызывать позитив, чтобы на нем хотелось остаться. Ну, естественно, смотрели цветовую гамму ссылок, названий и рубрик, потом смотрели, размещены ли все страницы, которые мы рекомендовали в домашних заданиях, поставлены ли баннеры, как вот присвоили ли люди ярлыки, чтобы меню рубрик вставало, потом смотрели форматирование текста и правильное расположение модулей блога, и чтобы на блоге не было ничего лишнего, да, что мешает и отвлекает от той замечательной информации, которую вы будете давать. И вот мы распределили места, и сейчас вот я вам покажу, кто на каком месте, и тоже мы это все опубликуем в нашей группе. Причем, смотрите, блоги, которые люди просто зарегистрировали, да, может быть, там шапку поставили, но ничего не делали, мы не включали, да, они не попали. И, например, на то же самое третье место попали люди, которые что-то начали делать, что-то не доделали, да, и есть какие-то недочеты. Поэтому давайте мы с вами посмотрим, кто же у нас все-таки начал действовать там и получил третье место в конкурсе блога. Ну вот, я вам зачитаю там Алексей Саморуков, Зинаида Родионова, Ирина Болохова, Лариса Козлова, Марина Новикова, Надежда Сидорова, Наталья Миляева, Светлана Сивкова, Нелли Лапиня, Валерия Юрыгина, Валерий Малышев, Игорь Павлов, Алла Палькова, Лилия Чирко, Ольга Шикина, Клавдия Корнева, Светлана Василевская, Светлана Вербицкая. Хочу вам сказать, что здесь просто есть много вещей, которые люди еще не доделали, да, и в принципе вы можете еще обратиться к своим модераторам, какие-то, ну там, реальные вещи, они помогут вам бесплатно, но какие-то другие вещи, опять же, я вам говорила, за разумную плату они могут помочь вам тоже вести блог, и так, чтобы этот блог сработал на вас. Поэтому вот, ребята, кто у нас на третьем месте, вы, пожалуйста, это все доделайте, да, чтобы подняться выше, посмотрите, зайдете на блоги, которые на высших местах, и посмотрите, что же вы такого не доделали. Вот, очень хорошие блоги, да, это второе место, где практически все сделано, но есть какие-то вещи, которые нужно еще подправить все-таки, они получили второе место, ну, может быть, где-то какие-то страницы не доставили, какой-то баннер, где-то форматирование, может быть, где-то немножко цветовую гамму надо подправить. Это Антонина Смыкова, Валентина Бабич, Валентина Геронимус, Валентина Иванова, Елена Позняк, Елена Храпач, я извиняюсь, если я неправильно ваши фамилии называю, да, вы меня простите, Елена Черкасова, Игорь Тульский, Лариса Абрамова, Надежда Селезнева, Олимпиада Пирогова, Сергей Башков, Вера Вагина, Раиса Цинда, Раиса, я оценивала блок второй, новый, который сделан, да, не тот, который был в прошлом семестре, а который новый, Рустам Мухаммедов, Тамара Дзюра, Любовь Ушанова, Галина Устьянцева, Нелли Хаткевич, Елена Гордюшина, Ольга Петрова, Наталья Тубойцева, Галина Людаева и Любовь Музыченко. Вот это блоги, с которыми нужно, так тоже еще основательно поработать. Теперь блоги первого места, у которых, ну, очень хорошо все, вот очень хорошо, это Зоя Каленова, Нуржамала Арсанова, Наталья Ложкова, Татьяна Немова, Наталья Алексеева, Светлана Медова, Наталья Артемьева, Татьяна, Тамара Новичкова, Елена Сербина, Марина Гоголева и Ирина Кривоногова. И вы знаете, нам было так сложно выбрать, да, кто же у нас попадает на гран-при, потому что, ну, такие молодцы, ну, так старались, так здорово работали, и нам было очень тяжело. И я хочу вам сказать, ваши модераторы так за вас переживали, может быть, они даже переживали больше, чем вы. И, наверное, вы, вот поставьте, пожалуйста, пятерки, с кем модераторы связывались и помогали вам подняться выше, сидели, да, и помогали это сделать, для того, чтобы у вас стало еще лучше, да. Поэтому нам было очень тяжело, ребята, но все-таки мы выбрали, вот это у нас первое место, и еще не смогли мы отдать одному человеку, и у нас получилось несколько человек, которыми мы дали главный приз. причем, почему-то у нас вот только женщины дошли до конца и сделали все как надо, мужчины почему-то либо заняты, либо вот какие-то возникли проблемы у них, что они не смогли сделать все как следует. И вот здесь, на этом слайде, вы видите наших главных победителей, у них совершенно замечательные блоги, очень красиво сделанные, хорошие выбранные темы, и я надеюсь, что они сейчас дальше будут продолжать, и у них будут очень интересные блоги. Вот здесь вы видите, причем на разные темы, вот Лариса Политаева, «Секреты красоты», Майя Каталымова, «Секреты успеха», Роза Марварова, «Как создать онлайн-бизнес-систему», Ярослава Перминова, «Секреты интернет-бизнеса», Татьяна Качкова, «Мечты сбываются», Диана Мальбинова, «Жизнь без лекарств», Ольга Ларетина, «Секреты красоты», Причем, смотрите, два одинаковых названия, вот у Ларисы Политаевой, Ольги Ларетиной, но блоги абсолютно разные, и я думаю, что и один, и другой будет иметь успех. Елена Корнеева, «Как преуспеть в бизнесе», Алла Павлова, «Дети и родители», Валентина Дунюк, «Народное лечение», Елена Ралдугина, «Бизнес от А до Я», и Людмила Кретьякова, «Свое дело». Поэтому я советую вам зайти на эти блоги, когда мы поставим на них ссылки, и посмотреть, как нужно сделать. И вот вы, когда зайдете на любой из этих блогов, вам захочется на нем задержаться, и вам очень захочется, чтобы там были интересные вещи, и с этими людьми дружить, и общаться. Поэтому советую вам как бы и к ним обязательно, да, ко всем записаться, тоже в читателей, может быть, подписаться на рассылку, и дружите друг с другом, и помогайте друг другу, потому что вместе, да, вы можете очень много сделать. И я искренне рада за всех, за вас, девушки. Вы молодцы, вы очень много и серьезно работали, вы очень старались, вы абсолютно правильно выполняли все наши уроки, и самое главное, что вы нам доверяли, поэтому у вас так хорошо получилось. Вот я искренне рада, и, конечно же, все модераторы, которые вам помогали, тоже рады, и очень за вас переживали. Давайте мы похлопаем, да, вот, им всем, потому что действительно молодцы, очень здорово. Просто я даже честно не ожидала, что получится так классно. Вот у нас с каждым набором все получается лучше и лучше. Просто молодцы. То, что касается конкурса видео, как мы оценивали видео. Вот перед вебинаром, я вам сейчас открою секрет, я показала те, которые ролики, все 12 роликов, которые заняли первое место, и как мы смотрели, какая история, да, личная ли эта история, не просто презентация Академии 3Steam, а вот именно человек искал, и вот в Академии 3Steam он нашел решение своих проблем, чтобы там вот эта история трогала, она вызывала эмоциональный отклик. И вот это очень важно, поэтому вот старайтесь, когда будете потом создавать статьи, будете создавать свои ролики, да, на какие-то темы, чтобы это было очень личное, обращайтесь к какому-то одному конкретному человеку. Не презентацию делайте на людей, приходите все, будет очень клево, да, а вот вы поделились с человеком, и тот человек, у которого такая же проблема, он скажет, вау, этот человек мне поможет. Вы понимаете, что должна быть история, которая вызывает к одному человеку обращенное, к одному единственному, как объяснение в любви. Если вы это понимаете, поставьте плюсы. Леночка, спасибо тебе за теплые слова, потому что вот история, очень важно продумать сценарий. И вот работайте с интеллект-картами, вот как раз второй курс Попова, технические секреты, он тоже объясняет интеллект-карты, и мы будем попозже вас тоже с интеллект-картами учить работать. Теперь следующее. Мы смотрели, как подбирали фотографии. Ну, изображения. Изображения, во-первых, они должны быть хорошего качества, не мутные, да, нужного размера. Кроме того, они не должны быть биты, избиты, они должны очень хорошо подходить к тому, о чем вы там говорите. Да, вот вы видели ролики первого места, вот очень хорошее качество, и прям в точку все попадали. Иногда так очень трогательно это выглядело. Ну, конечно, качество музыки, да, хорошая запись, и чтобы музыка соответствовала тому настроению, которое вы хотите передать через ролик, потому что музыка и изображения играют колоссальную роль, и вы должны это очень хорошо понимать, потому что вот у некоторых музыку подобрали неудачную, или она очень медленная, или она такая, наоборот, очень бьет по голове, поэтому вот к этому отнеситесь тоже очень серьезно. Ну, конечно, как поработали с эффектами и переходами, и следующая вещь уже для раскрутки. Название. От того, как вы назвали ролик, да, если по поиску в YouTube человек будет что-то искать, он или ему YouTube выдаст ваше название, или не выдаст, поэтому удачные названия мы тоже выбирали, и то, что вам Татьяна в уроках рассказывала, сделали ли вы описание в YouTube, да, и какое описание вы сделали, поставили ли вы теги, потому что это уже для раскрутки ваших будущих видео, на какие темы, да, смотрите вебинар по видео, поэтому от этого исходите. Опять же, можете обращаться к модераторам за консультациями, в разумных пределах какие-то бесплатные консультации, а если вы хотите, чтобы вас ввели, то там, конечно, уже платные консультации, мы сами делаем бизнес, вы это понимаете. Итак, мы практически все ролики оценили, которые к нам попали до вчерашнего дня, и ни одного ролика нету, которому мы не дали бы какое-то место. Те, которые были уже позже, вот эти ролики, они уже в конкурс не попали. Итак, на третьем месте у нас три человека, Геннадий Данилин, Данилин, Ирина Артемьевна, Алекс, ну, вы понимаете, да, что здесь послабее история, послабее изображение, поэтому вот они получили третье место. На втором месте, да, где тоже очень неплохие ролики, ну, может быть, какие-то недоработки с историей, с изображениями, это Елена Храпач, Клавдия Корнева, Алла Гусильникова, Татьяна Качкова, Лариса Наймушина, Татьяна Амельченко, Валентина Дунюк, Ольга Ларетина, Нелли Харкевич, Олег Изотов, Елена Сербина, Елена Корнеева, Татьяна Чепеленко, Любовь Ушанова, Валентина Геронимус, Надежда Селезнёва, Нелли Лапиня, Валерия Ерыгина, Светлана Василевская, Людмила Звигинцева, Зоя Каленова, Диана Мальгинова и Валентина Иванова. Вот это второе место. А сейчас список тех людей, ролики которых вы видели перед началом конференции. Очень хорошие ролики, замечательные. Это Наталья Ложкова, Роза Марварова, Ольга Петрова, Ирина Ралдугина, Наталья Тубольцева, Татьяна Колесник, Наталья Артемьева, Майя Каталымова, Ольга Цюбенко, Майя Пашина, Наталья Миляева, Галина Людаева, Любовь Фёдорова. Я вам хочу сказать, что это очень хорошие ролики, замечательные. Они и по качеству сделаны хорошо, и по фотографиям, музыка хорошо подобрана, и названия хорошие. Но немножко мы... Очень долго нам было очень тяжело. Немножко не хватило эмоционального отклика в самой истории. А вообще просто молодцы. Вот Любовь Фёдорова даже там сама говорила, голосом наговорила. И сейчас, внимание, главное, внимание, сейчас победители, главный приз. Опять одни девочки, да? Их у нас шесть. Это Елена Черкасова с фильмом «Вы дали мне крылья». Светлана Мёдова «Я и интернет». Оксана Латкова «Мечты сбываются». Алла Павлова «Жизнь продолжается» с моей академией. Валентина Бабич «Уникальный бренд» с академией 3STIM. И Тамара Новичкова «Мой путь к успеху» с академией 3STIM. Это действительно совершенно особенные ролики, потому что в каждом из этих роликов рассказана история. И они вызывают настолько трогательный эмоциональный отклик. Вот Елена Черкасова там даже записала звук. У Светланы Мёдовой меняется музыка. И она даже написала стихи. Вы представляете? У Оксаны очень-очень красивое, очень качественное видео. Алла Павлова. Ей было очень трудно, потому что она совершенно начинающий у нас компьютерщик. Личные фотографии она там поставила. Даже сделала специально фотографию, где она сидит за компьютером и изучает что-то там видно с академией 3STIM. Ну, Валентину Бабичу вы все знаете. Это очень эмоциональный человек. Тоже личные фотографии. Тоже очень такая теплая, классная история. Очень эмоциональная. И точно такая же история, красивая, эмоциональная у Татьяны Новичковой. Все эти ролики очень отличаются друг от друга. И они не просто рассказали об академии 3STIM. Они рассказали о своей жизни, что в их жизни им мешало, что они хотели в своей жизни сделать. И вот они пришли в академию 3STIM и осуществились их мечты. Вот эти ролики, ребята, они совершенно точно соответствуют вот всем показателям, по которым мы их определяли. Потому что здесь есть классная история, качественные фотографии, очень хорошо подобрана музыка. И вот, послушав историю этого человека, вот хочется узнать. А вот, может быть, и у меня получится точно так же решить мои проблемы. И хочу вам сказать, ребята, вот сейчас хочу дать полезные советы. Вот здесь многие в чате писали о том, что то скорость интернета не позволяет, то компьютер не позволяет. Вот я вам в прошлом вебинаре говорила, уберите все помехи. Потому что когда у вас есть помехи, вы теряете, вы реально теряете. Потому что сейчас люди, которые не смогли посмотреть ролики, они просто потеряли наш совместный эмоциональный заряд, вот то удовольствие, которое мы получили, когда смотрели это кино. Можно, конечно, и потом их посмотреть, но когда мы смотрели это вместе, это все, конечно, намного сильнее. Поэтому, что вам нужно сделать сейчас? Сейчас определите свои мечты. Абсолютно четко, реально, что вы по-настоящему хотите. Не то, что вам там на презентациях говорят, может быть, кому-то совсем не нужна машина, так не пишите машину. Может быть, кто-то хочет просто путешествовать или куда-то поехать в какое-то место. Да, определите. Определите, сколько это стоит реально, где, в каком месте, что конкретно вы хотите. Просто увидьте, надо сделать визуализацию этого и к какому сроку. От срока зависит темп, в котором вы будете это делать, как на прошлом вебинаре я вам рассказывала, да, в какой идете полосе. Если вы хотите это быстро, то придется очень много работать. И тогда вы определите свои цели и будете знать, что вам нужно четко делать каждый день. Вот прямо по часам все это распишите. Если хотите быстрее, то придется больше работать. И не позволяйте срочным делам украсть вашу мечту, отодвигать вас от вашей мечты. Точно следуйте расписанию. И самое главное, получайте кайф от того, что вы делаете. Потому что я думаю, что многим из вас поначалу было это трудно и вызывало это напряжение. Но когда стало получаться, вы начали получать от этого кайф. Вот поставьте троечки, кто получал кайф от того, что он делал, и двоечки, кто кайфа так и не получил. Если кайфа не получили, бросайте это дело и не занимайтесь. А если получили кайф, у вас непременно это получится. Ну и напоследок хочу вам сказать, вот мы сейчас просмотрим все, что вы написали. Мы вас попросили написать, что вы хотите в будущем. У нас будут специальные бонусы для тех, кто купил курс Попова, для тех, кто купил Smart Responder, кто участвует в нашей партнерке, кто будет нашим куратором, нашим победителем, кто хочет продолжать дальше с нами общаться. Те, кто получит диплом и полностью все завершили. Все эти люди получат от нас какие-то бонусы и еще бонусы для зачисления на второй семестр. И, честно говоря, ну как-то жалко расставаться, но надеюсь, что со многими из вас мы будем продолжать поддерживать отношения, да, какие-то в разных формах. И со многими из вас встретимся во втором семестре. Спасибо вам, друзья, за то, что вот эти пять недель вы были с нами. Мы получили истинное удовольствие от общения с вами. И надеюсь, что мы помогли вам вообще как-то в чем-то придвинуться к вашей мечте, к вашей цели. Спасибо вам огромное. С вами была Людмила Королева. Будем на связи.